Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Ружицкий провел прием жителей. Такие встречи проходят ежемесячно. С какими проблемами пришли люберчане на этот раз, узнаем в следующем сюжете. Наталья Мажарова занимает активную жизненную позицию и не может пройти мимо несправедливости и нарушения закона. Сегодня она в приемной партии и рассказывает о случаях попрошайничества и незаконно установленных в объектах торговли. Толстого 7-3. Там на газоне ставят палатку. В прошлом году в аварию чуть не попала женщина с маленьким ребенком. Она звонила в администрацию. Первую, у кого сдали нервы, это у Лазуткина Алексея Алексеевича. Он на свои деньги нанял эвакуатор, оплатил работу грузчиков и эту палатку убрали. В этом году палатка опять там стоит. А 10 семей корпуса 3, дома 405 по Октябрьскому проспекту, вовсе выселяют из дома. Несмотря на то, что все они живут в этом общежитии более 20 лет. Дело в том, что часть здания стоит на балансе ФСО. Если человек в этой организации не работает, то и жить тут не имеет права. Освободите в месячный срок занятую в аварию территорию. Нарисурируйте регистрацию. Пишите, включая письма на президента. Президент возле губернатора. Я вот тоже думаю, может быть. И губернатор. Также взяты в работу заявления по содержанию городских территорий и порядка оформления почетных званий на основании трудового стажа. Луиса Эгия, Зарян Ирина Иванова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.